Отличный доклад, вот этот предыдущий из Урама. Просто бесподобный. Но я буду немножко говорить в другую сторону. То есть, как сделать так, чтобы ваши программы работали так, как вы хотите, чтобы они работали. И чтобы не надо было думать и гадать, что там с ними происходит внутри. Значит, неизменяемые структуры данных. Алло, так слышно? Ага, хорошо, ладно. Так вот буду говорить. Ну вот, понятно, что... Может быть, я буду... А, вот так вот, да? Хорошо. Он направленный. Направленный микрофон? Ладно. Значит, ну, наверное, некоторые знают, что я пишу на скале, и язык программирования функциональный. Попробуем этот. Так лучше? Нет, не лучше? Ладно, буду говорить громче. И, значит, в функциональных языках программирования достаточно широко используются неизменяемые структуры данных. Но они не только для функциональных языков программирования подходят, а их прекрасно можно использовать и в других языках программирования. И там они тоже принесут свою пользу. Поэтому я хотел бы немножко рассказать о том, как они выглядят, как с ними работать и в чем их преимущество. Ну вот, немножко я расскажу про, как это в реальном мире выглядит, какие у нас аналогии, как мы создаем новые данные. Некоторые, расскажу структуры данных, просто покажу, как они устроены, чтобы было понятно, и они казались вам привычными. Немножко затрону структуру данных, которые представляют впечатления, и расскажу, как это используется для корректного программирования. И что вообще это такое. Значит, у нас изменились времена. То есть раньше, когда лет 20 назад, например, программирование выглядело совсем по-другому. Можно было спокойно, памяти было меньше, люди ее экономили, говорили, что мы давайте будем все здесь переиспользовать, переиспользовать. И уровень, как бы высокоуровневых программ было меньше. Сейчас вот у нас все доклады идут по тому, как сконструировать из уже имеющихся программ, сконструировать какую-то большую систему, которая приносит какую-то бизнес-пользу. То есть как таковое программирование, оно может быть немножко у нас уходит. Но остается программирование бизнес-логики, остаются какие-то еще вещи, которые все равно требуют программирования. И это программирование, оно высокоуровневое. То есть оно не связано с манипуляцией битами, с манипуляцией ячейками памяти, а связано с некоторой логикой. Многоядерность. С 2005 года была такая статья там в 2005 году, закончился бесплатный обед. Я уже не помню, кто там. Суть в том, что с 2005 года перестала расти частота процессоров. И сейчас повышение производительности идет только за счет того, что мы распараллеливаем, добавляем ядра, добавляем какие-то параллельные блоки вычислителей. И нет у нас возможности бесконечно повышать частоту процессоров. И в связи с этими тенденциями оказалось, что неизменяемые данные для многих задач достаточно удобны. Можно рассмотреть такую аналогию, как математические выкладки. То есть когда мы с вами берем исходное выражение математическое, мы не берем, не меняем в самом этом выражении, не зачеркиваем и не заменяем в этом выражении части. Мы переписываем исходное выражение. И в этом исходном переписанном выражении мы по ходу дела заменяем, подставляем там какие-то значения и получаем уже за несколько шагов ответ. Да, у нас остается много промежуточных результатов, некоторых, но их можно спокойно поставить на черновике и выбросить потом в этот черновик, а конечный результат у нас вполне себе нормальный. При этом как бы сами вычисления, которые мы осуществляем, они одинаковые. Что мы будем делать на школьной доске, вы знаете, да, там на школьной доске можно стереть, там что-то такое переписать, другой результат. А в тетради так делать неудобно. Мы можем только добавлять какие-то новые сведения в тетрадку. Рисунки, которые мы делаем, или чертежи. Мы тоже стараемся как бы не перерисовывать и не стирать. А мы берем и добавляем новые элементы. И стараемся, чтобы эти элементы нам не требовалось исправлять. Детский конструктор берем и начинаем складывать какую-то модель. Одни и те же детали, сами по себе не меняются. Но при этом мы получаем совершенно разные итоговые модели, там игрушек. Как выглядит в общем и целом работа любой функции, которая связана с неизменяемыми данными. Вначале мы получаем неизменяемые данные на вход и раскладываем их, разбираем. То есть мы смотрим, где что лежит там, даем имена отдельным частям. Так что у нас образуется некоторое пространство имен, свое маленькое, локальное, для этой функции. Потом мы обращаемся за промежуточными системами к другим функциям. То есть когда-то это будет просто плюс, там что-то сложить. Когда-то будет вызвать там какую-то подпрограмму. Может быть даже та подпрограмма внутри себя будет содержать изменяемые, переменные. Но это нас сильно не касается. В пределах нашей бизнес-логики мы рассматриваем одну функцию. И в общем и целом вся работа этой функции заключается в том, чтобы что-то разобрать, передать кому-то частичные данные другим функциям, которые часть работы выполнят. И дальше нам остается только собрать эти промежуточные результаты, которые у нас были, появились. Собрать их в новую структуру данных. Вот мы рассмотрим парочку примеров, чтобы проиллюстрировать, как это выглядит. Фильтр. Значит, что это за фильтр такой, да? О, у нас тут лазерная указка. Фильтр — это функция, которая принимает на вход предикат, ну, дженерик. То есть вот это вот а маленькое — это дженерик параметр. Предикат принимает, потом принимает список элементов этого типа а и возвращает отфильтрованный список. Мы делаем сопоставление с образцом. То есть это как бы такой маленький контекст именования. То есть в пределах функции мы говорим, что вот здесь у нас это простенький случай. То есть мы вот это можем, ну, когда пустой список на входе, мы его игнорируем. А вот этот давайте посмотрим повнимательнее. То есть у нас, вот он контекст именования, мы входные данные разложили по трем именам. p — предикат, x — это голова списка, xs — это хвост списка. То есть вот у нас уже, ну, немножко подробнее. То есть вот у нас разложили по нашему контексту входные данные. Потом выполняем промежуточные вычисления. Сначала вычислили предикат, потом вызвали фильтр для хвоста. Отфильтровали хвост. Это тоже такое промежуточное вычисление, результат которого нам, вот он, предъявляется здесь. Ну и здесь мы конструируем итоговую структуру данных. Все, то есть мы ее сконструировали. Собрали из промежуточных результатов предыдущих вычислений. Дальше. Вот еще пример разбиения. Значит, функция, которая разбивает длинную строку по переводам строк. Тоже, ну, мы все целиком нам не надо смотреть. Посмотрим только на кусочек, который связан именно с раскладыванием данных и обращением к вспомогательным функциям. Вот у нас, ну, у нас здесь контекст именования не требуется. То есть вот функция так устроена, что исходные данные сама эта функция не разбирает. Она их просто передает функцию, которая отсекает первую строку. То есть break доходит до перевода строки и возвращает, соответственно, вот эту первую строчку и хвост. Всю оставшуюся строчку, которая после этого идет, после перевода строки, включая перевод строки. А вот дальше мы уже разбираем вот эту оставшую строку и выкидываем, вот в этом месте мы выкидываем перевод строки. Ну, или вот здесь вот. То есть мы его игнорируем, имя ему давать не нужно, потому что мы его выбрасываем. А имя мы даем только строке без перевода строки. Ну, и обращаемся опять же к промежуточным вычислениям. Ну, здесь рекурсия, мы обратились к самой же функции, и она там с хвостом уже сделает все, что нам требуется. И в конце собираем итоговую структуру данных. Несмотря на то, что структура данных является немодифицируемой, и мы не можем ее просто так взять и изменить, но в ходе вычисления нам надо зачастую строить новую структуру данных, которая в основном повторяет старую структуру данных. То есть там, ну, допустим, у нас много данных уже накопилось, а мы там должны поменять маленький кусочек. Ну, если бы это у нас была модифицируемая структура какая-то, да, какой-нибудь террорист, мы взяли туда, залезли и поменяли. А если у нас немодифицируемая, нам что, ее целиком копировать? Целиком копировать не хочется, а хочется переиспользовать куски старой структуры. Вот здесь, например, добавляется новый узел, добавляется. То есть мы хотим добавить этот узел. Для этого мы строим еще дополнительно два узла здесь, раз и два. Вот эти старые узлы у нас по-прежнему доступны. То есть если у нас старая версия где-то сохранилась в другом потоке или вызывающей функции, где-то там она еще лежит, то никто не заметит, тот, кто имеет ссылку на вот этот корень, никто не заметит, что что-то в этой структуре изменилось. То есть кому мы отдаем новый, вот этот корень, те не будут знать про старый корень и будут видеть уже дерево, устроенное вот таким образом. А при этом значительная часть структуры переиспользована. То есть вот это называется копирование пути, объясняю я, не ошибаюсь. Вот несколько структур данных, ну парочку буквально, которые, ну неизменяемых структур данных, которые как бы позволят посмотреть на это, что это не так все и страшно, и в принципе удобно и хорошо можно работать. Значит, основная структура данных — это односвязный список. Оказывается, что она и по производительности достаточно хорошо себя чувствует, то есть туда легко добавлять элементы, в голову добавляем, добавляем, ее очень легко как бы сконструировать, итерировать легко, берем элемент и с хвостом там делаем рекурсивный вызов. То есть вот эта структура данных, значит, у нас состоит из либо пустой список, либо пара элемент и список. Ну и, соответственно, если у нас, допустим, список из одного элемента, то у нас здесь будет nil там находиться. Ну или если использовать стандартную аннотацию, то используются как бы специальные символы, специальный синтексис для такой же, в принципе, структуры. Скала, если мы захотим сделать такую структуру данных, она, конечно, будет более громоздкой, но, в принципе, суть ее не меняется. Здесь самое важное, что у нас тип данных — это лист. И, глядя на тип, мы не знаем, сколько там элементов. И является ли он пустым списком, или является ли он заполненным списком. То есть мы, глядя на тип, не имеем этой информации. Но зато мы можем выполнять фронтайм, мы можем выполнять разбор, ну, как голову отделили, а дальше смотрим рекурсивно, что там с хвостом делать. Значит, если посмотреть, как на самом деле реализован список в скале, то мы увидим там страшные вещи, такие как var. А если мы еще заглянем в стандартную библиотеку, то мы там увидим игнорирование вариантов и так далее. То есть если мы посмотрим в стандартную библиотеку скалы, то мы увидим, что там все, там mutable достаточно часто встречается. С чем это связано? С достаточно низкоуровневой оптимизацией. То есть если мы смотрим на Haskell, то вот эта низкоуровневая оптимизация спрятана на уровне компилятора. И как бы это высоковерный язык, и он не занимается такими низкоуровневыми вещами. Скала объединяет как бы два мира. То есть это и императивный программированный, и функциональный подход. То есть за счет этого в скале можно и так, и так написать. И мы можем в скале реализовать на низком уровне вот ту самую оптимизацию, которая позволяет на высоком уровне уже работать легко и непринужденно, как с неизменяемой структурой данных. То есть вот эти var используются для чего? Вот этот var используется при чтении данных десерилизации. Ну это особенность Java вот этой серилизации. И при чтении там вот эта голова списка модифицируется. А хвост используется, если мы конструируем. То есть если мы конструируем с помощью mutable структуры, мы можем добавлять элементы не голову, списка строить, как это в принципе в алгоритмах пишется. То есть когда мы делаем алгоритм, мы добавляем элементы в начало. И потом мы можем вызвать реверс. Но для того, чтобы в рантайме нам не делать этот реверс, мы делаем вот этот вот, заменяем хвост и конструируем список с конца. Но это происходит как бы все спрятано, упаковано и наружу не торчит. То есть это можно заметить только если мы заглянем туда внутрь, уже как это устроено внутри. Так, вот, например, еще одна структура данных. То есть все работали со строками обыкновенными, да? В java эти строки не модифицируемые. И если мы хотим собрать, написать какой-нибудь редактор, то мы столкнемся с тем, что как нам представлять структуру данных, которая все время меняется. То есть вот у нас открылся текстовый файл, мы начинаем его редактировать, вставляем символ, посимволенно начинаем вставлять. И что же, мы должны копировать целиком весь файл. Это у нас тогда будет все очень неэффективно. Для этих целей используется структура rope. Это такое дерево, которое собирает строку из кусочков. Если мы где-то что-то хотим разрезать, то мы конструируем, например... А, вот эта структура, она обладает хорошей производительностью. То есть с точки зрения всех операций, которые мы делаем со строками, типичные операции в редакторе. Там добавление новых значений, там какой-нибудь поиск, адерирование и так далее. То есть все типичные операции, они выполняются за достаточно хорошую асинтетическую скорость. Вот, например, если мы хотим разрезать структуру данных, разрезать строку где-то, для того, чтобы в дальнейшем там что-то с ней сделать. Мы начинаем, создаем узлы снизу, то есть мы дошли до того узла, который мы режем, создаем два узла здесь, и пошли снизу вверх разрезать структуру, создавать вспомогательные узлы. Вот у нас получилось вот таких два дерева. Мы разрезали. Ну и дальше мы просто схлопываем узлы, которые нам не нужны. При этом, ну, в данном конкретном примере у нас, конечно, много всяких изменений, пожалуйста, в структуре. Но, на самом деле, большая часть всей структуры данных осталась переиспользоваться. И, фактически, мы создали количество узлов 2 умножить на высоту дерева. То есть вот здесь сюда посмотреть. То есть вот здесь мы создали узлы, и вот здесь мы создали узлы. Это всего лишь высота дерева. То есть если мы посмотрим, ну, если у нас дерево более-менее сбалансировано, то это как раз порядка алгоритма от длины строки. Вот еще такая структура дерева, достаточно красивая. Красно-черные деревья. Вот это обычные бинарные деревья бинарного поиска, с которыми все знакомы. Но там они раскрашены. И за счет раскраски там добавляется еще пара инвариантов. То есть мы после каждой операции или в ходе каждой операции мы следим за тем, чтобы у нас эти инварианты сохранялись. При этом автоматически оказывается, что у нас дерево сбалансировано. То есть у нас высота дерева всегда правильная, стандартная. И любые операции потом будут выполняться в логарифмическое время. То есть не будет никаких перекосов. То есть весьма желательное такое свойство. Вот как это выглядит дерево здесь. Ну, в скалы, конечно, это все более громоздко выглядит. Но суть в чем? Вот у нас цвет либо красный, либо черный. Дерево либо пустое, либо содержит в себе, допустим, здесь левое поддерево, сам элемент и правое поддерево. Ну и, естественно, цвет. То есть вот у нас такая конструкция. И, значит, как происходит, ну, вернее, все операции, любые операции, они завершаются балансировкой. То есть мы какую-то операцию сделали, при этом могли быть нарушены инварианты. И нам необходимо после этого выполнить балансировку, для того, чтобы выправить соотношение красных-черных узлов, и тем самым привести дерево к такому нормальному состоянию. Оказывается, ну, статья есть 99-го года, у меня там где-то записано даже название, товарища Акасаки, что ли, написал. Ну, вот этот рисунок из этой статьи. Значит, он сказал, что вот есть, ну, если мы рассматриваем изменяемую структуру, там нарушений вариантов больше немножко. Вот. А в таком немодифицированном варианте у нас их всего лишь может быть только 4 варианта нарушений. Когда у нас мы добавили какой-то узел, получилось 2 красных подряд, и они могут быть расположены либо так, либо так. Ну, вот всего 4 варианта. И исправление этого дефекта одинаковое, по сути. То есть мы должны просто повернуть дерево, взять, чтобы Y у нас стал корнем. То есть мы берем средний элемент, он становится корнем красного цвета, а остальные узлы мы перекрашиваем. Тем самым у нас количество черных узлов, вот как, вот смотрите, например, вот у нас вот здесь один черный узел до вот этого, до A. Один черный узел до B. Один черный узел. То есть вариант здесь для черного цвета сохраняется. И здесь он также сохраняется. Здесь у нас один черный узел до A, один черный узел до B и так далее. Ну и, соответственно, у нас единственное нарушение, то, что два красных узла подряд. ну вот это то же самое вот что было на рисунке только записанная уже на языке то есть это у нас сопоставление с образцом то есть вот у нас черный узел вот красный узел это у нас вот эта первая строчка это наверное у нас соответствует вот этому случаю черный красный красный и весь смысл весь мысль вот этого сопоставления с образцом в том чтобы правильно разложить структуру данных по именам то есть мы в нашем контексте имена раскладываем эту структуру данных по именам а b c и d это вот у нас нижние деревья там внизу и элементы x y и z вот и во всех четырех случаях мы делаем собираем одну и ту же структуру данных на выходе это верху красный узел и два черных узла ну и соответственно все элементы там расположены внизу так это вот что касалось структур данных теперь немножко я хочу коснуться такого популярного достаточно сейчас направления как представление вычисления в виде структур данных вот то что java 8 наверно появилась до стримы мы какие-то вычисления складываем складываем ставим конструируем такой pipeline и складываем в этот какой-то длинный стрим и он у нас просто лежит в памяти и не работает а заработает у нас он только тогда когда мы вызовем у него ну какую-то операцию уже которая заставляет его выполниться значит самый простой случай когда могут вычисления когда на это мы берем лэзи вал и вот эти значения у нас появятся когда нам потребуется мы их они потребовались мы к ним обратились они один раз вычислились и запомнились это такое вот кэширование простенький такой момент мы можем запомнить просто функцию то есть взяли какую-то лямбду или взяли функцию мы положили в переменную и просто пользуемся когда нам надо но вот эти вот как бы кирпичики они из них особо ничего не не сконструируешь и есть ну как бы библиотеки которые на основе этих базовых кирпичиков делают уже структуру данных более пригодные которые более пригодны для практического использования вот но это уже немножко значит task task это вот типа future но только более такая чистая и безопасная то есть task представляет некоторые вычисления но это почти как функция но вот это вычисление защищено одновременно от исключений и в то же время это вычисление может быть выполнено в параллельном потоке если так нам потом потребуется то есть это task инкапсулирует вычисления инкапсулирует обработку исключений инкапсулирует это вот возможность выполнения в другом потоке в чем смысл инкапсуляции работа с исключениями в том что функции должны быть так называемый total function то есть они должны быть полными то есть они должны всегда выдавать некоторый результат при всех входных данных вот если у нас функция обладает таким свойством то мы можем быть не уверены мы ее можем многократно вызывать и она у нас никогда не упадет то есть вот эти функции очень хороши с точки зрения повторно использования кода они безопасны мы всегда их вызываем и всегда они наверно какой-то результат если например их не устраивают наши входные данные то они вернут нам скажут нет вот данные не устраивает но я вам объясняю что вот данные не устраивает то есть функция всегда что-то вернет и вот этот task он позволяет но в принципе любую функцию завернуть и эта функция всегда корректно выполнится но есть там исключение то у нас будет task вернет описание этого исключения и мы его можем обработать и он как бы когда мы с этим таска работаем мы как бы обязаны всегда помнить о том что могут быть исключения стрим ну стрим в принципе как бы знаком уже всем на java 8 пишет это структура данных которых которая описывает те операции которые мы будем делать регулярно над поступающими элементами ну вот в этой библиотеке который здесь упомянута fs2 это библиотека такая там стрим реализован в виде конечного автомата даже так скажем трансдюсера то есть он поступающие на вход элементы перерабатывает какие-то и может породить какие-то выходные элементы вот ну или либо если и он может также порождать выходные элементы если на входе даже ничего нету ну то есть это конечный автомат он позволяет вот так работать что здесь важно важно то что вот эти структуры данных например task и стрим они позволяют нам конструировать программы отличающиеся от структурного программирования нашим классическом структурном программировании мы строим такие стек ориентированные программы одна функция вызывает другую функцию то третью функцию нас все это стек идет и если у нас какой-нибудь алгоритм такой сильно рекурсивный то такой алгоритм нам приходится ну как-то переписывать вручную в итеративный вариант и как-то мучиться вот а такие структуры данных позволяют нам достаточно просто построить такой алгоритм который будет работать рекурсивно но с константным стеком то есть он не будет использовать так он будет строить вот это отложенные вычисления он будет строить в в куче ну вот пример того как работает стрим то есть мы здесь буферизованно читаем какой-то файл декодируем разбиваем по строчкам выкидываем пустые строчки вызываем нашу функцию обработки и формируем выходной соответственно утф-8 и записываем некоторых файл вот этот вот ран он на самом деле не ран то есть на самом деле вот здесь еще ничего не будет выполнено будет при вот этот поток будет превращен в таск то есть мы этот таск можем потом еще вызвать и исключения могут появиться настолько вот здесь то есть вот это единственная точка где у нас как бы конец мира то есть вот в этом при таком подходе к программированию мы конструируем всю программу и нигде у нас никаких исключений не возникает и все единственная проблема которая может возникнуть это вот здесь вот в конце то есть все исключения которые все исключения которые могут быть выброшены они окажутся здесь потому что здесь все будет инкапсулировано и передано дальше по этапу и соответственно управление ресурсами то есть если мы здесь открыли файл какой-то этот файл автоматически будет закрыт по завершении чтения или по завершении записи так и значит корректное программирование то есть вот мы с вами посмотрели на практически две вещи это структуры данных просто данных неизменяемых и такие вычисления закодированные с помощью структур данных как это все соотносится с нашим программированием дело в том что программам могут можно писать по-разному можно написать вот как в предыдущем докладе было что-то происходит но очень сложно понять что там происходит там используются некоторые такие не очень очевидные свойства языка или используются изменяемые переменные которые по ходу работы программ меняются и программисту трудно понять что происходит из-за этого из-за этого получается вероятность совершить ошибку гораздо выше вот что значит корректность то есть во первых программа должна просто нормально отработать никаких исключений и выдать какой-то результат это вот как бы первое необходимое условие если мы не пользуемся вот этими спрятанными вычислениями инкапсулированными то у нас всегда есть риск что где-то что-то выстрелит потому что любая библиотека третьесторонняя да то есть мы вызываем библиотеку а там у них внутри исключения взяли сделали ну так вот им захотелось нет никакой гарантии что у нас ничего не выстрелит поэтому это несовместимо с корректным программированием то есть если у нас возникают исключения которые мы не контролируем то значит программа наша не всегда завершается успешно программа должна давать правильный результат ну что значит правильные результаты но у нас должны быть должно быть тестовое покрытие и все тесто должны отрабатывать это априори да ну и кроме того бизнес логика должна быть более-менее понятно то есть мы смотрим на программу должны понимать что было задумано что хотели сделать то есть из программы программист должен иметь возможность понять что происходит ну и производительность должна быть если программа внезапно начинает там переиспользовать память или куда-то там или процессное время начинает много требовать то тоже программа такая не будет считаться корректной вот мы посмотрим сейчас на две программы два примера программ который выполняет в принципе одно и то же вот у нас есть алгоритм сортировки слиянием в принципе общеизвестное ну меня на слайд поместился только кусочек из этого алгоритма это слияние вот у нас какие здесь есть особенности вот программа написано на языке на джаваскрипте который использует модифицируемые переменные там структуру данных значит первое у нас есть здесь четыре переменные и все эти четыре переменные меняются по ходу работы этой программы у нас меняется это тот массив который к нам пришел на вход то есть у нас эта программа обладает неожиданным побочным эффектом вот если посмотреть на вот эти два аргумента казалось бы мы на вход передали левую сторону правую сторону а вы выход ну результаты должны быть только array на самом деле у нас меняются и входные данные тоже это неожиданный эффект если кто-то там будет вызывать эту программу с каких-то с какими-то своими целями дальше мы должны всякий раз еще обращаться длине то есть нам надо структура данных у нас должна поддерживать длину внутри себя и это как бы необходимые условия для того чтобы это все работало и кроме того у нас может быть исключение то есть если нам пользователь нашей программы вызвал нас с недостаточно длинным вот этим массивом то есть если этот массив у нас короче чем надо ну так вот вызвали и все то у нас может быть даже исключение здесь следующее у нас в ходе вот этой операции в ходе этой операции у нас меняются содержимое переменных то есть мы не знаем точно вообще мы из вот этих двух циклов отрабатывает только один но это довольно трудно понять глядя на алгоритм то есть ну только один из этих циклов будет выполнен причем неизвестно какой посмотрим теперь на работу с не модифицируемыми данными ну первые два случая у нас тривиальные потому что если мы сливаем там пустую структуру данных то соответственно с ней нам ничего делать не надо мы просто возвращаем вторую структуру данных вот здесь мы одним шагом мы раскладываем две поступившие на вход структуры в шесть имен какой ужас вот у нас шесть имен появилось но эти шесть имен у нас в ходе вот внутри в теле программы не меняются то есть у нас шесть имен которые являются константами поэтому нам достаточно просто понять что происходит дальше то есть мы здесь фактически вот нас мы видим что в результате будет получена структура глава которой вот нас глава меньше то есть у нас из двух этих голов мы берем меньшую ну и обращаемся дальше рекурсивно с остатками этими этих структур то есть достаточно прозрачно здесь можно понять что происходит нас за счет того что константные такие значения ничего не меняется то запутать здесь довольно трудно и еще один момент почему это все завершается потому что мы в рекурсивный вызов передаем укороченные структуры то есть вот здесь мы передаем но полную структуру ys а здесь только tail хвост то есть поэтому наши наша вот эта функция она завершает вот это вот эфемерное состояние то есть когда мы с вами смотрим на джаваскриптовую версию этой функции слияния у нас все время мы должны держать в голове текущее состояние всех этих четырех переменных то есть пока мы анализируем работу программы мы должны понимать так по шагам так я нахожусь в первом цикле значит у меня должны вот эти две функции два вот этих две переменные должны содержать какие-то данные так хорошо пришел к следующему циклу так здесь уже у меня одна из этих трух структур пустая двигаюсь дальше и так далее то есть мы чтобы нам проанализировать работу вот этого метода мы должны фактически выполнить работу компьютера и воспроизвести цепочку этих состояний вот а если мы смотрим на такую математическую запись то там у нас в общем то не надо помнить о вот этом состоянии она просто у нас изначально как бы получили данные все разобрать и поскольку у нас данные не модифицируемые у нас побочных эффектов не бывает то есть мы не можем никак повредить тому кто нас вызвал вызывающая сторона может эти же структуры данных которые нам придала используя для своих целей еще куда-то передать или там параллельно кому-то отдать то есть никаких проблем нет у нас естественно в ходе в ходе работы программы мы создаем новую структуру данных естественно это требует памяти но большинство вот этих структур они в принципе friendly garbage collector то есть вот наверно один из факторов который стал послужил популярности таких вот такого не модифицированных данных это то что получить распространение garbage collector то есть за счет того что у нас есть сборка мусора мы можем производить эти структуры данных и не заботиться о том что они будут собраны не надо за ними следить это достаточно удобно алгоритмы зачастую требуют адаптации то есть старые наши алгоритмы могли работать с с произвольным доступом можно было длинную структуру получить можно любой элемент поменять это просто удобно и легко то есть алгоритмом может быть даже может быть в чем-то понятнее да для работы с не модифицированными структурами данных требуется тщательно продумать чтобы там производительность этих алгоритмов была достойной но оказывается что для большинства задач находятся такие алгоритмы которые позволяют работать со структурами данных вот например красно-черные деревья вполне себе нормальный алгоритм который залог n также с такой же производительность как и модифицируемая структура данных и главное преимущество то что ну но отладки у нас почти нету то если мы написали если программа скопилируется то она работает то есть она вот это как бы и прелесть корректного программирования мы ее написали она работает нам не надо к ней повторно обращаться ну вот соответственно я призываю всех использовать неизменяемые данные если вы пишете многопоточные программы то это просто что называется эмаст то есть головная боль с модифицированными данными которые у вас расшарены это вот просто головная боль ну единственно что вы конечно если будете использовать не модифицированные структуры данных тогда у вас будет вы потеряете вот это детектив да то есть как расследовать вот этот исчезающий баг который появляется когда запустил на продакшене он появляется один раз в час и ты не знаешь как его ловить вот это конечно будет потерянно такая вот но ничего страшного зато у вас будет все работать и опять же когда у нас бизнес логика ее гораздо проще понять объяснить бизнес заказчику и так далее то есть гораздо проще говорить о том что у нас не модифицируем это как математика мы записали она все корректно не надо никакого состояния объяснять ничего такую логику проще написать и поддерживать она как бы более прозрачный ну собственно и все спасибо за внимание спасибо так три вопроса максимум если у кого-то есть раз два три давайте начнем с андрея пока до вас дойду собственно такой вопрос вот как бы пример с там была цепочка вычислений да на каком слайде там в конце делался ран ну и в конце вот этот наш любимый on safe sync до который этот стрим собственно раскручивает когда синхронно это делается все классно все понятно вот да собственно проблемы обычно возникают когда там вот не on safe run sync а safe run а sync и очень часто вот то самое исключение да которое вот там в его скрыто оно так и остается никому неизведанным потому что вот но в данном случае просто об этом никто не узнает у нас там тип юнит на фактически мы просто задискардели если у нас там где-то стрим посередине упал вот что с этим делать какие рекомендации ну да хороший вопрос значит я могу сказать следующее что благодаря тому что у нас вот этот его или там таск мы обязаны иметь дело с исключениями вот когда мы вызываем on safe это как бы такой работа с учениями для бедных они просто будут выброшены то есть если где-то там произошло произошло исключение в том числе и в осинке если оно где-то там продают фasiahour дороге то она будет доставлена вода этой точки и у нас вот здесь в этом месте будет выброшено исключение при этом все ресурсы будут закрыты то есть за счет того что мы вот здесь вот все тщательно the конструировали сохранением типов и всего остального у нас исключения произойдут в контролируемом месте то есть мы их вот здесь от хотим получить ну и здесь мы можем с ними поступить как считаем нужным то есть мы можем их отловить можем и залагировать можем там еще чуть с ним сделать но вот этот answer это не единственный способ вызова можно вызвать attempt и он нам вернет община не община айза то есть он либо либо исключение либо результат вот поэтому с исключением мы обязаны как-то иметь дело то есть вот этот как бы структуру вся структуру данных говорит о том что да у вас здесь могут быть исключения и вам надо с ними что-то делать поэтому все значительно окей собственно вопрос был что если мы там асинг делаем там fire and forget да у нас как бы юнит сразу возникает и там можно очень успешно забыть там какой-нибудь ну хотя бы он фейлор повесить на который там исключение куда-то дальше прогнозе так наверно делать не надо но я понял да то есть и когда мы делаем фар как этот fire фагеда у нас же остается как бы фактически мы выкинули вот это исключение то есть она там потом появится мы будем так 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 не надо делать так еще вопросом арсений привет спасибо за доклад конечно мне было немножко сложно я как разработчик многое не понял меня такой вопрос более философский не технический как ты докатился вот до такой жизни что пишешь на скала и что тебя сподвигло вообще выбрать эту платформу я бы я очень не хочу никого видеть я так знаю ребят здесь сидят просто вот интересно почему скала спасибо за вопрос как я докатился такой же но я писал как многие здесь присутствующие на java и в принципе был довольна своей жизни пока не начал писать многопоточные приложения и java ну у меня были были тяжелые времена когда я пытался писать многопоточные приложения на java я бы сказал даже так месяцы отладки то есть у нас были некоторые сложности такие которые на которые нашло много времени на то чтобы довести это до какого-то разумного состояния и там через какое-то время ну да то есть мы довели там все как бы более-менее так более или менее стабильно работает вот и когда мы обнаружили скалу ускала вообще когда мы на скалу смотришь это там java сокращенная то есть там выкинуты многие лишние вещи и очень легко к что вот она java скала там четыре раза короче код давайте пописать вот то есть это непосредственно и сразу плюс то есть взяли перешли на скалу же у нас кода в четыре раза меньше а значит и количество ошибок в четыре раза меньше потому что как бы общеизвестно что количество ошибок в принципе пропорционально количество строк кода вот если у нас строк кода в четыре раза меньше что хотелось бы думать что я ошибуще разами но скала оказалась то есть там как бы скал это с подводным но да то есть там есть несколько слоев несколько уровней то что переходим сразу с java на скал это мы получаем типа java без к без точек с запятой да но по-прежнему используем эти вары по-прежнему используем форы и так далее вот но в скале есть как бы подмножство языка такое безопасное с ними модифицированными структурами и так далее то есть если с течением времени мы перешли на такое подмножство и вот в этом подмножстве гораздо комфортнее работа то есть она получается ну отладка не требуется то есть мы если написали это вот смотрим на программа она делает именно то что там написано там нету никаких подводных камней нам просто работает поэтому ну как бы вот бонусы спасибо скажите а если еще кто-то остался кодить на джава он что получается безнадежно потерян и не сможет использовать неизменяемые структуры спасибо за вопрос я как раз и призываю джава использовать неизменяем структуру на то есть структуры данных они на той же самой gvm пожалуйста они доступны ну то есть даже любые скаловские структуры пожалуйста можно использовать в джаве в джаве есть библиотеки коллекции которые поддерживают вот эти не модифицированную структуру данных то есть не обязательно переходить на другой язык для того чтобы использовать не модифицированную структуру но в чем как бы вы если вы пишете многопоточные приложения то вам обязательно надо переходить на немодифицированную структуру данных это вам позволит как бы снять сразу массу головной боли то есть чем раньше вы это сделаете тем больше у вас будет удовольствие счастья то есть не безнадежно то есть те кто пишет на джаве все прекрасно ну там единственно может быть немножко ну тяжелее это сделать там все-таки инструментарий джава он как бы приспособлен для там итераций для каких-то таких модификаций то есть там нету ну как бы появились последних там файл например появился да то есть в принципе какие то же инструменты появляются вот поэтому ну может со временем там будет достаточно хорошая подможно которую можно писать безопасные корректные программы тут дело не в языке тут деле дело в стиле программирования да 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 совершенно верно спасибо